МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пенсии работающих пенсионеров подрастут с завтрашнего дня. Выплаты подкорректируют, исходя из объема взносов, поступивших от работодателя в прошлом году. Изменения коснутся 213 тысяч жителей области. Размер прибавки будет определен индивидуально, но не превысит 235 рублей 74 копеек. Обращаться за перерасчетом никуда не нужно. Выплаты будут скорректированы автоматически. Что касается индексации пенсии работающих граждан, то этот вопрос остается открытым. Возможно, в правительстве к его обсуждению вернутся во время обсуждения бюджета страны 18-20-го годов. Муниципалитет будет оспаривать предписание Росприроднадзора. Федеральное ведомство требует закрыть гусенобродский полигон до 3 августа. Альтернативных по величине площадок в Новосибирске нет. Городские власти уверены, что приостановление работы полигона приведет к чрезвычайной ситуации. Мусор просто некуда будет свозить. Александр Вяткин расскажет, почему предписание Росприроднадзора невозможно выполнить. Полигон твердых бытовых отходов в Гусенобродске сегодня работает в штатном режиме. Сюда привозят мусор, который выбрасывают жители из полутора тысяч многоквартирных домов. Тем временем над свалкой, как и над всем городом, нависла экологическая угроза. Мусорной катастрофой может закончиться закрытие полигона. На Гусенобродский полигон привозят мусор почти со всего правобережья Новосибирска. Машины приходят одна за другой. Внутри строительный и бытовой мусор. Альтернативных площадок в городе нет. За прошлый год сюда привезли почти 2 миллиона кубометров отходов. Это 20 с лишним тысяч кубов каждый час. Если этот полигон закроют, то мусор просто будет некуда свозить. Полигон может работать только до 3 августа. Предписание с требованием прекратить прием мусора выдал Росприроднадзор на прошлой неделе. Полигон не включен в госреестр и работает без лицензии. Отходы сюда свозят уже полвека. Но 3 года назад федеральный закон запретил работу мусорных полигонов в черте города. Этот недочет устранить нереально. Мы будем оспаривать выдачу подписаний. В любом случае у нас есть на 3 месяца. И будем просить об отсрочке. 3 августа мы либо должны прекратить прием мусора, либо нам должны разрешить продлить эксплуатацию полигона. Прекратить работу полигона просто невозможно, заверяют городские власти. Это приведет к мусорному коллапсу. Бытовые отходы будут оставлять на пустырях и в поймах рек. Несанкционированных свалок станет больше. А контейнеры, в которые выбрасывают мусор сотни тысяч горожан, окажутся переполнены. Вокруг полигона Гусинобродские ведут постоянный мониторинг и определяют, не наносит ли свалка вред окружающей среде. Сейчас все соответствует нормам. У нас полигон, траншея копан, чтобы не попадало за территорию, куда талые воды, там мусор. Стоит ограждение полигона, то есть сетки натянуты, чтобы мусор не летел. Существует ванна у нас для дезинфекции колес. По территориальной схеме полигон закроют только после строительства мусоросортировочного завода, открытия альтернативной площадки. В муниципалитете предлагают Росприроднадзору пойти на компромисс, продолжить работу крупнейшего в городе полигона и попутно разработать со специалистами федерального ведомства план аналитического контроля за свалкой. Кроме этого, ускорят рекультивацию полигона. Впрочем, и без этого уже ищут подрядную организацию, которая разработает проект. А после, в любом случае, начнут экологическое восстановление этой территории. Александр Вяткин, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Плоды незаконной торговли продолжают убирать с улиц города. В Новосибирске борьба с нелегальными коммерсантами идет круглый год, но летом ситуация обостряется. Только за этот сезон в Центральном округе вынесли решение убрать более 50 незаконных объектов. Половина из них самоликвидировалась, остальные приходится убирать силой и за бюджетный счет. Александра Медведенко побывала у одного из таких фруктовых самостроев. Времени было достаточно. Предупреждали владельца киоска и заочно, письменно и очно. Уведомления о сносе повесили 10 дней назад на сам киоск. Однако сейчас хозяин клянется, что ничего не знал и не видел. С артистизмом разыгрывает представление. Сюда, чего, как. Тут вся моя жизнь в киоске. Но когда вы устанавливали, вы же знали, что это незаконно. В ответ на логичный вопрос только пожимает плечами. Работает киоск с фруктами с начала лета. Найти управу на такую незаконную торговлю не так-то просто. Сносить по всем правилам, а по факту получается убрать сложнее, чем поставить новый на этом же месте. Буквально месяц назад мы выносили по Каменской 44 и Державинов 47. Буквально на следующий день, на следующее утро, на Каменской 44 появилась такая же сетка. Так что вот такая ситуация. И мы снова начинаем ту же самую процедуру. Снова готовим приказ. Снова опубликуем это в средствах массовой информации. Снова 10 дней дается, чтобы он самовольно увез. Вот такая, к сожалению, такая процедура. Рядом расположился еще один незаконный киоск. Теперь уже по изготовлению ключей. Такие, на первый взгляд, удобные павильоны товаров и услуг рядом с домом на деле доставляют массу неудобств. Нарушение влечет за собой последующие нарушения. Сейчас за моей спиной припаркован автомобиль, который мешает общему движению. Он мог бы стоять как раз на том месте, где сейчас находится незаконный ларек, который занимает два парковочных места. Вот и приходится администрациям районов в буквальном смысле с боем освобождать землю от фруктовых захватчиков. И деньги на это тратят бюджетные. Демонтаж с каждого киоска – минус 12 тысяч из городской казны. Тот, кто приходит и пишет заявление на возврат своего объекта, они обязаны сначала оплатить расходы в бюджет. Значит, у нас из 23 объектов пока лишь только запросили обратно 4 объекта. В отношении остальных нам придется каким-то образом подключать полицию, выяснять все-таки, кто собственник, чтобы изыскать с них через суд. Помимо самозахвата муниципальной собственности, такие ларьки скрывают и другие, уже медицинские проблемы. Продукты в этих киосках порой соседствуют не только с грязью, но и с живыми разносчиками болезней. Александра Медведенко, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Улица Ленина официально стала пешеходной по выходным дням – сезон уличных фестивалей. В эту субботу и воскресенье открыли музыканты, артисты и художники. Первых гуляющих не смутила даже дождливая погода. А дальше будет больше и лучше, обещают организаторы культурной программы. Обо всех прелестях променада под дождем. Ольга Маховская. Да, погода действительно немного подкачала целый день. То прекращается дождь, что идет. Именно поэтому улица Ленина пешеходная и практически пустая. В этом есть даже определенная прелесть, потому что здесь можно делать все, что ты хочешь. Абсолютная свобода для творчества. Есть, пить и даже танцевать. Никто тебе не помешает. Те, кто все же отважился на променад под дождем и с той же легкостью, что и зонд, открыл сезон пешеходных прогулок, делится впечатлениями. Город открылся с неожиданного ракурса, романтического. Без шума автомобилей. Центральная улица звучит иначе. Романтика, да. Да, есть такое ощущение, что даже не могу передать словами, но в общем, очень прекрасно. В данный момент точно особая атмосфера. Здесь очень замечательно, шикарно. Даже несмотря на то, что... Мне чисто психологически очень нравится. На самом деле идти, я думаю, это каждый человек испытывает эти ощущения. Когда ты не стеснен пространством, у тебя есть возможность просто погулять, подышать свежим воздухом. Совсем другая атмосфера. Я призываю новосибирцев, выйдите из своих персональных личных автомобилей. Погуляйте, походите, оцените город, оцените улицу Ленина. Она очень красивая, и Новосибирск смотрится совсем по-другому. На улице Ленина можно послушать музыку, сделать романтические фото на фоне сердца из алых роз и белой раритетной чайки. Традиционное для всех пешеходных пространств мира развлечение портрет от уличного художника можно было получить даже без отрыва от прогулки. В начале променада гуляющих фотографируют, в конце получают полноценный портрет. Пока человек гуляет, все очень быстро и просто. Не нужно сидеть людям 20-30 минут, час, может быть. По дороге и пища для ума, полки с книгами, и гастрономические радости. Рестораторы приготовили свои лучшие блюда. Еда под дождем в несколько раз вкуснее, уверяют повара. Например, уникальная пицца, приготовленная прямо в пожарной машине, расходится на ура. Как пирожки, хоть это и пицца. Несмотря на погоду, здесь вот греемся и всех желающих кормить пиццы. Явно движение в правильном направлении, потому что нашему городу давно не хватало какого-то места, которое бы придало ему какой-то лик. Вот, пожалуйста, площадь получится для променада вечернего, где люди могут собраться и походить босиком, босиком, по лужам, как угодно. Супер круто, что так сделали, потому что во всех городах мира есть пешеходные улицы. И пока просто никто не знает об этом, на самом деле. Уже на следующий день улицу заполнили музыканты. Горожане вовсю пользовались камерами мобильных телефонов, чтобы впечатления остались надолго. Мобильные телефоны, кстати, в эти выходные все чаще доставали, чтобы найти ответ, что за красные снежинки повесили на въезде под знаком «Проезд запрещен». Непривычный пока для новосибирцев дорожный знак, означающий запрет на автодвижение по выходным и праздникам, провисеть здесь как минимум до середины сентября. Ольга Маховская, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Сегодня закончился прием заявок на конкурс «125 идей для Новосибирска». В итоге поступило больше тысячи предложений от горожан. С завтрашнего дня комиссия приступит к отбору лучших. Недостатка в интересных инициативах нет. Как предлагают украсить улицы и дворы города и его жители? Подробнее о некоторых интересных идеях в репортаже корреспондентов новосибирских новостей. На улице Тимирязева Анатолий Локоть наблюдает редкую картину. Тротуар тут не просто поливают водой, а моют щеткой с шампунем. И это не ради почетного гостя. «Вы только вот сегодня моете здесь?» «Нет, каждый день». «Каждый день, да?» Этот жилой квартал – пример того, как горожане заботятся о месте, в котором живут. Тут не только цветы и скульптуры во дворе. Уютно уже в подъезде. А на конкурс «125 идей для Новосибирска» жители предложили поставить во дворе самую длинную скамейку в России – 220 метров. Известность места, считают жители, поможет сохранить реликтовые сосны, растущие здесь. Это остаток нашей тайги. Еще Нова Николаевска не было. А здесь вот этот остаток тайги остался – сосны вековые. Им где-то по 100-150 лет. Влиять на качество выполняемых работ – этому учатся жители на вокзальной магистрали. Заметив, что в отмостке появился провал, они снова и снова обращали на него внимание ремонтников. «Может быть, здесь не просто асфальт положить. Может быть, там есть такое понятие в строительстве – глиняный замок. Есть такое понятие. Может быть, и вон доделать или еще что-то. Но мы не инженеры, мы не специалисты. Мы вот эту проблему осветили. Ну, надо, чтобы она была решена». Жители на улице Трудовой тоже активно принимают участие в капитальном ремонте своего дома. Многое делают на собственные средства. Инициатива жильцов очень помогает строителям, особенно когда дом – памятник архитектуры или проект нетиповой. «Рабочий совет дома, адекватные люди помогают. Это видно, мы все видим. И здесь благополучное сочетание всех участников, начиная от власти, своих собственников и депутатов. А результат мы, наверное, все видим». А при благоустройстве двора тут отказались от обычных тополей и кленов. Вместо них высадили ели, лиственницы и экзотическую для Сибири сакуру. И даже исторические аналоги нашли. «Раньше этот был здесь фруктовый сад, в принципе, был изначально. И они называли сады, кооператива, домов, печатников. Ну, сад назвать его не очень. Я думаю, что сквер, он подошел бы более по-современному». Придать этой зеленой зоне статус городского сквера. Такую идею предложили горожане на конкурс «125 идей для Новосибирска». Тем более, что многое – дорожки, газоны, тренажерная площадка – тут уже сделано. На средства жильцов или в качестве депутатских наказов. Станислав Якушевич, Ольга Маховская, Дмитрий Кабанов. Новосибирские новости. Разведка на «Отличном». В городе стартовал международный конкурс на лучшее войсковое подразделение «Отличники войсковой разведки». Сегодня продолжился первый этап. Военные семи стран-участниц проводят спецоперации, устраивают засады с захватом пленных и уничтожением автомобильной техники. С места событий Александр Потенихин. Перед тем, как отправиться на задание в тыл врага, разведгруппа использует ветки деревьев, чтобы замаскироваться и слиться с окружающей средой. Это операция – соревнование. На полигоне проходят состязания отличников войсковой разведки. Первый этап армейских игр продолжается. Несмотря на кажущуюся простоту этого элемента, то есть приведение в измене засады, это является одним из наиболее сложных этапов соревнований. Потому что здесь команда предоставлена полная практически свобода действия. На километровом участке дороги выбирает самое удобное место для засады. Планирует атаку так, чтобы выполнить все поставленные задачи и даже провести допрос пленного. От слаженности команды зависит выполнение поставленных целей. В составе отделения не только разведчики, но и саперы, телеграфисты, гранатометчики. Прямо сейчас команда разведчиков осуществляет захватки языка и брали документов из автомобиля. В это время судьи оценивают качество выступления по ряду параметров. Это скорость и качество выступления. После группе придется отойти обратно, но по пути надо будет обезвредить множество ловушек. Максимальный результат на этом этапе – 100 баллов. У победителей будет серьезное преимущество в общем зачете. В этом году соревнуются военнослужащие из семи стран – России, Китая, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Казахстана и Зимбабве. Все команды готовятся индивидуально. Начинают подготовку задолго до стартов. Подготовка проходила на протяжении 3-4 месяцев. Отрабатывались разносторонние варианты. Каждый год рассматривали, каждое соревнование просматривали, учитывали какие-то ошибки и пытались их исправить. На фоне других участников настоящей темной лошадкой выглядит команда Зимбабве. Африканская сборная приезжает в Сибирь уже не первый раз. Каждый год стараются привозить новых военнослужащих. Ведь главная задача – не победа и даже не участие. В основном мы приехали сюда, чтобы получить опыт, чтобы обмениваться знаниями с другими странами. Это очень важно для нас. Соревнования отличников войсковой разведки в Новосибирске продолжатся до 10 августа. Именно тогда определят страну победителя. Шанс выиграть есть у всех команд. Но этот конкурс в первую очередь – демонстрация силы. Поэтому права на ошибку нет ни у кого. Александр Потенихин и Денис Савинский. Новосибирские новости. Это все новости, о которых мы успели рассказать за 17 минут. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна» частота 101,4 FM. Полезная и интересная информация также на сайте nsknews.info. Коллеги пишут сегодня о том, где можно начать свой бизнес. И на этом все. До встречи.